Сейчас мы с вами на базе как бы Игорь Каспаров у Камбова, а теперь у нас в очереди 87-й год. Рекьяк, 87-й год. Здесь партия Тарик Керкерсона. Исландский Рекрасовец Керкерсона, белый, знаменитый чемпион мира Михаил Тарик. Капа длилась немножко долго, но 43 хода. Черный сдаец, когда уже был на верхнем аре. Е4, Е5, КНФ3, КНСФ6, Слонб В5. Ну, вы, наверное, уже знаете какой это дефютер. Какой? Спанская партия. Ну, здесь ученых очень много вариантов. Но самое популярное это черный прогоняется слона. Хотя есть, не обязательно играть и слон за 5, и слон за 5, и слон за 6, и слон за 6, и слон за 6, и слон за 6. И каких-то вариантов нет. Ну, это уже целая теория. Славская партия много там написано. Но самый популярный старинный ход еще в ходе 19-18 веки это черный прогоняется слона. А 7, а 6. Бедность она выступает. Хотя возможный размер на 6, но это, так Фишер когда играл, но это в принципе не дает никакого преимущества. И поэтому слона жалко. Это, кстати, слово называется испанский слон. Вот он создает участки цехи неприятности. Поэтому его белые, как правило, стараются сохранить. Слон А4, ходим в 6, 0-0, короткая корректировка. Вот здесь слон Е7. Здесь есть ход. Можно эту спешку попить, но так далее, конечно, в стороне теряется по силам Е1, Е2. И белые получают преимущество. Поэтому это не интервью для теряется, как это случается. Чаще играют слон Е7. Теперь ладей Е1. Уже грозит побить коня и свист пешку. Потому что это бежит защищена. В принципе, до ухода до гаянии там безразмена происходит. Поэтому надо проверить слон А, В5, ну, белых 1, вот, В3, правильно. Черный заказчик, произведите, 0-0, короткая корректировка. С3, Д6, Д6, А3. Это называется «Защит Чайморина». Это очень популярный. Чайморин, вы знаете, он где-то может какой-то партнер смотреть. Он XIII веке. Он играл в очной операции со средницем. Еще в 1800-м, где-то годы можно посмотреть. Сейчас не важно. Так что он так часто играл. Поэтому эта позиция называется, это построение делается «Защит Чайморина». Х3, значит, конь А5, черный продолжает гнать слона, слон С2. И теперь играют С5, ну, нажимаем назад, С7-С5. Теперь белый играет Д4, есть находит. Рано ребенок делается в 18-м пальцем, и когда где-то у него денешься по центру, черный, ну, грозит, допустим, просто победите пешку, изменяете людей, если здесь пешку пойдем. Поэтому, для него же популярный ход, собственно, и не другие. Играют, атакуем Д7, такой вариант, в реанскую слуху. Ну, самое распространенное играет Ферзь С7. То есть все противники играют по чего? Ферзь С7, Ферзь С8. Ферзь С7. Теперь белый пылат, белый пылат расширается, конь БД2. БД2 на Д2, ЕДД2. Здесь такая идея, этот конь часто перестраивается, ЕДДФ1, потом Е3, ЕДЖ3. И вот эти пункты белые захватывают. Рем попадает на Д5. Рем попадает на Д5. Ну, чего-то играет, если сыграли С7, заканчивая тренизия. Белые отцепили, как бы, на Ф1. Ну, вот я вот говорил. Направляясь в центр. На эти ослабленные белые поля. Произошел размен на Д4. Ну, не всегда так играют, иногда будут еще настоять, ставят крепость и не скрывают центр. Но, в данном случае, последовало СД. СД. И в БДД, это были СД. Открытый линии С, называлось, черный. Выведен на нее ладью, ладья АС8. Но ладья остается здесь, потому что она должна открывать радио, это ладья АС8. Конь Е3, вот конь, сзади идеальное поле, в СД. Чёрный сыграет конь С6. Конь С6. И белые, здесь, прожили номер пешку, Д5. Прогнали к адресу. Захватили центр, нет, и 4, Д5. Захватили центр. Ну, не центр, что-то будет в их изображении. Чёрный сыграл на Б4. И Б4. И Б4. Опять напаренный слонарь, здесь просто пройдет выглядит фигура, видите, здесь. Раз, два, три, три удары, достываясь, сегодня защита. Поэтому надо дальше наступать. Куда дальше? На Б1. Выбор нет. Но Б1, и важно еще этот слонарь поддержать, он потом пригодится, потому, когда доступают, но это не страшно. Чёрные играли А5, они не перенесли, они хотят, как-то не сойдет, получили на первой слонарь, и сыграли А5. Белые прошли А3, прогнали коня. А3 прогнали коня. Коня 6. Теперь этот пункт СМ-5, это распоряжение Чёрных есть, хоть там и фланг стоит, он два коня нападут на поле Е4, дешевле Е4, поэтому так сыграл А5-4, пускают коня, и зажимают перед их фланг. В2-3-4. Это поле, это поле, который будет оставаться на 6, не очень выдачной. Чёрные здесь сыграли же 6. Ж6 на 5. Это поле, который занят под контроль. В без случаях, иногда это ладья отступает, и этот чернополный слон через 8, перескакивает на Ж7. А дырочка образовала слон, туда фортал, и на ту слон. Не сюда ему это дается, но идея такая, где перебросит туда слона. Вот здесь последовало слон Д2, слон Д2. Теперь пешка А5-крыль будет выглядеть выгрузка, потому что там все стоит, но слон будет подкрепляться, поэтому чёрные разменяются на П4, А, Б и А, Б. А, Б и А, Б. Чёрные защитения, вообще взял на бассейн, перед бассейн. Беды, вот теперь, начали активизировать слона, где он сначала отступал, теперь отходит в уровень, слон Д3. Уже присущим от пешки в 5-10. Слон очень хорошо стоит. Чёрные защитения, ступень, что его полиция 7, белый сделает тоже неплохой ход, такой Ц2, тоже отступили. Здесь до сих пор это всё, что по теории. А тут Каль придумал оригинальный маршин для своего коня. То есть это не собственной пешкой, а полиция 5 поддерживается пешкой решением. Поэтому полиция 3 уже стоит не удел, и он отступил, и Каль придумал другой план, чтобы вы видите, какой. Конь С2, чёрные сыграли Конь H5. Здесь во-первых, они присущены активность привязь, девинул спешку КФ, но может куйну сюда через перескотч. Белый просто окачивает развитие на ферзном фланге, с ноги 3, туда дарит на ферзном с ноги 3. теперь берега в сторону с ноги с ногами и с ногами нету. Слон это более держит, и приятный ход ладья 7, поэтому чёрные сыграли ладья 8. поедет. А почему с ноги с ноги с ногами не с не ни 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 Так что, в основном пока не понятно, что там дальше делать, а у бедов ясный план, инстативный, ясный план. Поэтому, черный сыграл на диалог 8, я забреждаю на диалог 8, ясно черный сыграл на диалог 8. Бедный сыграл на диалог 8. Понятно, что они пропускают, но если будет размер, но сейчас последует. То есть, некоторое давление на черный сыграл не продолжается. Но, черное разменяеме на 1, а нет, а беды как раз и повели на 1. Вот, он попел на 1, а там, вот этот хитрый конь, он продолжает хитрые движения в маневре с алканьюном на 1. Идея в том, что конь на 3 или скотчет, ему слабый играет теперь опять, а 5, а 5, но особенно опять неприятно. Поэтому конь на бой стоит очень хорошо. Черный сыграли. Вот, черный сыграли опять. Ну, они как будто инициативу проверяют играет футболами, потому что на феррисов у них ничего нет. На феррис нет, придерживают кое-как линию, но здесь игра в черном. По властанату давят. Кой, когда придет на м3, то ладья на алипу опять будет давление. Поэтому черный пытается создать контур в игру. На феррисов в ланге сыграли их 5. Вот теперь последовало твой у слона 6. Ну и черные забили конь 6. Но это то же самое могло бы титану. Бело бы не изменило. И белые сыграли кой-б3. Кой-б3. Вот они там наметили свои дыры на феррисовом флаге. Черные тогда сыграли эти 4. Пытаются изолировать их 4. Пытаются этого слона там как-то полезть. Но слон никуда не пропадет, потому что он сюда разменяется на какую-то фигуру. В принципе, он там... Кажется, что черные защитились и на королевском фланге, и на феррисовом. Последовало конь опять. Этот ход входил в планы. Конь довольно мощный себя чувствовал, как он попадался на полных рядах. Потом здесь функция 6 неприятная. Можно туда перескочить. Последовало ФСБ-6. ФСБ-6. Теперь белые не меня занимают, а и апельсанты занимают. Пока здесь конь стоит не так хорошо. А вот видите, он не складывается. Играет ладья С1. Ладья С1. Черные сыграли ладья А8. Играет ладья А8. Где-то ладья А9. И строят душевая связка. Последовало ФСБ-2. Белые продолжают наращивать удары на ФСБ-2. Маленький парень из сцены. Идавление просто пока не попало. В этот удар. Что делать? Конь его нужно сбить. Последовало по Е8. Белые сыграли ФСБ-3. Опустили ладья. И тут черные сыграли С1-6. С1-6. С1-6, да. И белые сыграли конь С6. Как-то вторгить с конем. Конь добрался на цель. Потому что это. Когда Тай начинал. Конь Е3 стоял. Вначале стоял на борьбе. Потом конь Д2. Потом конь Ф1. Потом конь Е3. Потом конь С2. Потом конь А2 Х1. Потом конь Б3. Потом конь А5. И конь С6. Сколько он потом 10 сделал? То есть 30 ходов. Третья партия, когда этот конь. Но он добрался до цели. Потому что она очень неприятная. Он и к королю близко приблизился. И вообще там сковывает движение. Вот. Но. Удивительно, что именно он нанесет. Сейчас скоро решающий удар. Последовало. Конь А5. Конь А5. Ферест Б2. Ферест Б2. Сон Ж7. Ну. Сон Ж7. Белая на Ж7. Белая на Ж7. Белая на Ж7. И король по белой на Ж7. Ну. Кажется, что по-прежнему такая партия. Что называется. Соединяющий равновесие. То есть. Черный королевский флан держит. Ферест он тоже держит. И так усилиться. Ну. Так. Знаменит тем. Что он, наконец-то, жуткие ходы. Фантастические. И этим, собственно, и отличался. И вот здесь он. Ну. Преимущество белых бесспорно. Ну, ясно, что не оприциатива. У наших черных нет. Разводов, которые держат. Они держатся крепко. Ну. Гиблии никакой. Никакой нет. Ну, как взломать крепость? Кребость, кажется, непреступна черная. Как ее взломать? Черная. Торбина совершенно повредительный ход. Ну. Как вы думаете? Какой вы думаете? Конь Е7. А? Конь Е7. Конь Е7. Не, конечно же. Словно, Г5. Конь Е5. Ну, КН, ЖРТКНЯ. Спешка. Спешка вадима. Здесь уберет черные фантки Е5. Вот это центр славный. Извечем много ударов. Но. Словно. Но ЖРТКНЯ не жидает. Как? Ж5. Конь Е6. Конь Е6. Не сейчас уберем. Как он? Конь Ж5. Да. А потом Конь Е6. Ну, может быть, был такой ход, но на коне G5 особого вопроса нет, потому что конь G6 отойдет, то есть непонятно, что дальше делается. Слон G4, слон G4? Ну, не основывается G4. Слон G4, ну, это какое-то ослабление, более особенное на G4, и даже пешка возьмет на G3, а нет, вообще теряя решить на пешке, потому что черный возьмет на G3 на проходе, FG, и потом слон G3, потеря пешки. Ну, это же так, поэтому я мерзну. Вот, черный, это хоть и вечный стиль и так, он просто взял и поставил ладью. Идея очень простая. Бить с ладью очень плохо, потому что на это следует... Ну, может быть, так, а еще сильнее кое-битые пять, кое-битые пять. Чего он мог сдаваться? Потому что висит слон с шахом. Значит, если ферзь как-то защитит, то мы все равно берем слону с шахом. То есть смело качественно пожертвовали. Ладью пока пожертвовали. Но отыгрываются слон, и съели пешку, потом вторую пешку, и центры мощные пешечные, две настрой пешки. Поэтому доходят... А ходов здесь нет, а как еще? Если вы караганец поступаете, то тоже я беру на D7. На D7 потом нацепят. Уже и много пешек, и главное же две... Это называется две сиасты походящей пешки. Их всегда очень трудно держать, и на 9-й период. Попробуйте не впраться между тем. Просто на паре на V5. Просто черный ледок, так и неожиданно. Что видели? Что видели? Это называется, потому что взяли поставка на дне грудного, где ходить нельзя. Они просто выигрывают пешку V5. Ну, здесь под черной сигарой F6. Собственно, за счет этого хода парня признан очень, потому что такой неожиданный ход, когда лоя выставляет под пешку, это всегда произвозит сильное впечатление. Перед А6. Ну, черный взяли на V5. На V5. Теперь... Ну, снова V6. Дэц там хим плохо. И... Лоя на V5. Переход, опять же, в проходной и так далее. Ну, здесь... Здесь, потом, когда анализировали партию, выяснилось, что здесь самое лучшее надо было ферзиат дать. Ферзиат дает на C6, потом дает на C6, и, получается, ладья их, горы, и... Ну, как-то можно было сопротивляться. Вот. А черные сыграли, значит, в коньце 7. Ну, входно опрашивались, как в коньце 7. Кажется... Да. Кажется, что... Кажется, что... Владение его дитима, а что слово здесь есть. Кажется, что... И что он все творяет-то? Вот на C6, что и слово берет на C6. Просто можно было... Взять на C6, давайте я этот вариант послугам. Слово берет C6, надо будет взять на C6. ДС... Вот. И теперь за C6. Взять на C6. Взять на C6. Взять на C6. Вот. И теперь что? Теперь что? Теперь все уравнялось. Ну, белый сильный фунт ладья 5. Ладья 5. Ладья 5. А, вот, ферзил. Но пешка А повторная, опасная. Конь А6, конь А6, конь А6, и подтякивается на C6. На C6. Да? Вот. И... А6. А6. И здесь можно сопротивляться, конечно, было, но пешка А очень опасная. Ну, по графику 3-7, там, я, например, с Рушак, то есть, пешка может пройти к везде. Вот. Слава выбрали сюда, значит. А-а-а. Решенная битская, да. Ладья пока... Ну, это теперь битская битская. Где был сделан ферзил? Вот. Если не поставил его. Ладья 5. Вот. И вот, да-то вот, побить сюда. Нет, у меня, да, да. Нет, у нас с этой цередины 6, это мы уже посмотрели. И Ладья 5. И вот здесь надо было дальше съесть, потому что вот, вот, это было предложение. А черный сыграл в 37. Кажется, что хороший ход, потому что, а куда владеет собрать? Надо три же, если сломать. Можно собрать, но все, все тогда. Или он просто не сюда? Если нет. Сюда нет. Сюда я отговорю, а с ним надо три. Там владеет защита, поэтому кажется, что ученые что-то не выиграют. То есть, тогда владеет нельзя, но сейчас она подходит, а если она подходит, потеряется, словно на три. Но здесь-то последовал такой белый признавший эффектный ход, как избавиться от связок. Кажется, что владеет связь, но игре не гибнет. Не гибнет черный, белый. Но так доход. Пошло еще один, не гадный ход. Какой? Какой? Сломанная фраза? Нет, если сюда можно, конечно, но тогда появится бешка. И здесь ферзер, я ферзер шесть, но фигуры все-таки нет. Фигуры нет, и пока... Ну, нашел он еще полетел в совершение. Нет, ну и конь и пять, может быть, было... Конь и пять можно пойти. Там куда-то появится, конечно. Но все-таки я давал через водолюбов. Ну, возможно, здесь разные плотовые были, но... Так, конечно, нашел другой способ избавиться от этой связки. Владея связана. Но нашел эффектный способ избавиться. Пошел Владея по 8. Видите, какие эффекты в водолюбе делают. Ну и теперь выясняется, что просто я напал на фраза? Поэтому что приходится... Не всегда... Здесь еще один эффектный процесс. Видео не меняется на 8. Здесь он уже степу выбирается. Здесь он уже не разгонял. Например, диктайзер. Если вы берете диктайзер, здесь торгается ферзь. И... Тут уже катастрофа, потому что... Торгается ферзь, потом беру коленец и синий. Он... Ну так и поздно. Приментальный шаг. Второй раз два. Он сыграл. Но бить опять плохо, потому что... Можно и каё побить. И потом конь... Ну да, да. А? Да, так и было. А один? Кажется, что... Что-нибудь? Все в порядке? Потому что грозит? Да. Грозит мат наш один. Напрашивать... Еще хоть слава хочется съесть. Ну... Да? Шаг. Ну а когда сейчас ход проигрывает... Такой смысл... Последовал... Последовал бы... Такой... Такой... Шаг. И нет никаких шагов. И не отмана. Значит, отмана. Приходится отдавать, что взять. То есть, черные головы и головы. То есть, это, конечно, нужно было с самого начала считать. Бить слава... Слава будет вычесть взять? Ну, нельзя. Вот. А выиграли что здесь? Какой ход на месте? Конь за четыре. Конь за четыре. Правильно. Он не выпускает короля из матовой сети. Конь за четыре шага. И... Теперь уже надо... Когда... Когда... Второй к семье сыграл. Второй к семье. Второй к семье. Пока не мат... Но еще... Наматается... Еще... Второй к семье. Конь за шесть. А? Конь за шесть. Правильно. Вот так и будет в партии. Поиграть игром по танку. Король шесть. Теперь... Король уступает на и семь. И теперь... Теперь... Теперь кто? Ферр. 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 Сюда. Сюда ездить в поле? Куда? Единственное поле? На F7. Ф7. Ф7 ездить на поле. Сюда. И теперь что? Мат. Какой мат? Королева на Ф. Нет. Теперь поле держится. Под тратон. Какой мат? Конь за шесть. Конь за шесть. Правильно. Конь за шесть. Конь за шесть. Так решали два коня. Ну, ферр. Конечно, участвует. И ладья. Но решающий шаг и мат объявили конью. Один конь за шесть. Таким образом. Раз. Два. Три. Четыре. Перескочил туда на последнее время. А второй... Поэтому партия... Такое ощущение бездарга, что не случайно она была первой ночью. В том году и как. Мы ярко вернулись и не готовы. Ну, красиво. Кончение. Конец очень красивый. Как кажется, что есть верный мат. Вот. Так и так грозит мат. Не в защите. Но... Вернее, защита есть. А Ферзиада. А Ферзиада это было очень мало. Потому что... Как... Там же Ферзи Владимировна стоит. Уже никаких перспективных было убеждения. Вот. Вот. Но, оказывается, они таким образом махнут. Вот. Но это парсия. Да. Продолжение следует...